Итак, уважаемые гости, мы с вами на Советской площади. Это место стало центральным в конце XVIII века. Екатерина II тогда путешествует по Волге на галере Тверь. Это четвертое путешествие Екатерины. Она позревала свое владение, была на галере Тверь. Эта Тверь стала потом символом гербом города Костромы. Вы, наверное, уже потом знаете. И вот она приезжает к нам в Ярославль и говорит, Ярославль город красивый, но мерзостный по застройке. И в результате дарит нам регулярный план. И вот центром этого плана стал храм Евгипгоруха. А от него радиально, лучами расходятся улицы. Есть даже такая легенда, что когда Екатерину спросили, какими бы она хотела видеть провинциальные русские города, бросает веер на стол, с ланировкой многих городов на Волге напоминается в веер радиально-полгольцево-симметрю. И даже улица по плану убирается в какое-то революсное сооружение, церковь, башня и так подобное. Представитель, она убирается в очень красивый храм, храм, который был в Косеве, в Косеве, в Косеве и в Божьей, в Косеве и в Косеве, на месте памятника Ленина стоял в Косеве. А он был в Кирово, в Косеве, в Косеве, выбирается в знаменскую башню, и это был единственный вход, в городе иконостас меняли. Второй иконостас тоже просуществовал недолго. Дело в том, что храм расписали через 30 лет после строительства, 30 лет стоял белый. И когда храм расписали, прежний, простенький иконостас с этими крестками не сочетался. И вот он третий, в стиле Поробка, это 18 век. Он сделан из двух сортов дерева, березы и липы. Вот посмотрите, каждый столбик, это один ствол дерева, такая глубокая резьба, здесь ничего не склеят. Традиционно любой иконостас в любом храме делится на несколько рядов. Первый ряд, местный ряд. В любом храме, в любом иконостасе, вторая икона справа, царский храм, икона патрона храма. Илья права в пустыне. Классический сюжет, он в первых одеждах вороны кормят. Эта икона приписывается кисти Федора Зубова, мастер был высочайшего класса, он работал только в Москве, в оружейной палате. У Зубова здесь четыре иконы. Вторая слева, и над предтечей ангел пустынный, Вознесение, Покров и Благовещение в Большой Четыре Каральных Года. Второй ряд праздничный, изображение самых главных праздников. Еще выше доисусный, в центре Иисуса Христоса, справа слева, Богоматери Англитича, наши с вами грехи за маленькую, перед Страшным Судом, состояние предстояния. Еще выше пророческий и праотеческий чины, это Ветхий Завет. Я пропустила один маленький рядок, над доисусом стоят маленькие иконки. Там стояли личные иконы Курсовскрипиных, они не сохранились, там стоят иконы XVII века, и ряд назывался Пятничный. Иконы были размером с пять, то есть вот такие. Храм был расписан через 30 лет после строительства, и расписывали 15 человек из города Костромы, под руководством знаменитейших мастеров, Гурия Никитина и Силы Савина. И работы шли с июля 1680 по октябрь 1981. Кажется, больше года, июль-октябрь. Но если вспомнить, что год тогда начинался в сентябре, то получается, что все вот это расписали за два месяца и 22 дня. Работа была проведена грандиозная. Гурия Никитина и Силы Савин были личниками, то есть те люди, которые писали лики святых, это самая ответственная работа. Были мастера-доличники, которые писали одежду, которые писали растения, животных, здания, и работа шла довольно быстро. Ведь росписи в храме – это Библия для неграмотных. Те люди, которые не могут читать все сюжеты, могут на стенах посмотреть. И традиционно росписи начинаются с южной стены, проводят западную и заканчиваются на северную. Чем наш храм отличается от многих? На западной стене у нас нет фрески страшного суда. И обычный человек, выходя из храма, должен видеть перед собой, что его ждет в случае непослушания гниров. У нас этой фрески здесь нет, она в галерее называется «Не страшный, страшный суд». Потом расскажу, покажу, почему. Но на западной стене идет накрест старославянской вязи. Вот здесь написано, что храм был расписан уже при вдове Банифатии Скрипиной, Улите Скрипиной. Это тоже было беспрецедентным делом, чтобы росписью храма женщина занималась. Но Улита Скрипина, она предчувствовалась ускорую кончину. Действительно, через год после того, как Илья Пророк был расписан, Улита умирает, наследников у Скрипиных не было. Фрески тоже делятся на несколько рядов. Нижний ряд – житие Елисея, ученика Ильи Пророка. Второй снизу ряд – житие самого Ильи Пророка. Нам с вами хорошо отсюда видна фреска, почему Илью Пророка связывают с громом Улитянки. Улитянка – жительница в родном санам. Была там детская пара, но и женой. И они просят у Пророка Ильи Седра о этом ребенке. Вообще, тема бездетности здесь неоднократно прослеживается. Скрипиной несколько было братьев, и у обоих рождались дети, но все умирали в младенчестве. То есть, впоследствии наследников не осталось. Вот они просят о рождении ребенка. Вот смотрите, сцена родов. Женщина рожает, тут малыша мывают. Вот и пятилетние, да, родницы, конечно. Но во время стены жатвы случается несчастье, мальчик умирает в уголке. Фреска жатва уникальна. Дело в том, что раньше на стенах храма никогда не изображался процесс труда человека. Писали дюблейские сюжеты, но никогда процесс трудовой деятельности. Это впервые было изображено у нас в храме. Это фрескость во всех книгах о городе Ярославле, о храме Ильи Пророка, и во всех учебниках истории в России для детей, под чьей бы редакционной издавался. Фреска жатва там есть. История продолжается. Женщина едет, что вернуть, Елисея воскресить своего ребенка. Садится такое довольно странное животное. Вообще это осел. Но у нас действительно ослов у нас никогда не было. Мы скорее не знали, как он выглядит. И они думали, осел это смесь. Тошадь и коровы, как это нарисовать. Вот она просит Елисея возвращения. Елисея возвращается, у постели мальчика, воскрешает мальчика, вот там хребет. И вот так можно прочитать все фрески. И вот, как вы говорили, записали за время 5 месяцев, что у кого было лет, 15 лет. Чтобы нешить, чтобы добавлять может высокого качества. Накладывали на стену толщина на сантиметр и толщина на метр. И пока на сантиметр, а с тем временем прорисовывали рисунок, как не литировали. А потом расписывали краски. Краски – теймеренная жива. Это сделанная лично в желтке и рельем клеем. И туда добавлялись толченые минералы. Вот все цвета, что видим на стенах, в хоро-лазуре – это все привозное, это все не наше. Поэтому храмы на мероприятии расписывать очень дорогостоящие. Далеко не каждый купец мог себе это позволить. А Ярославль опережает даже Москву. Количество есть, которые люди с нас любят. Ярославль опережала, но все фрески в Москве Ярославль. У нас их больше. Потому что изначально она была открытая, здесь гулял ветер, фрески, конечно, как бабы, с храмы сохраниться не могли. Вообще галерея очень важная, и место для русского человека, потому что раньше клубов не было, где общались только, приходя в церковь. И каменные скамеечки, и дамы остались, и дамы остались. И туда, до литургии, садились молодые и замужние, в глазки в пол, мимо гуляли, молодые и женатые, в вас все себе отбирали. А потом уже садились солидные люди, богатые купцы обсуждали торговые дела, и уж если купец пообещал, что надо сделать так в храме Господнем, куда ты ты не денешься, нотариусов не было бы, мы люди не заверяли, верили на славу. И здесь страшный суд обещал показать душа умершего человека, извешивать в его плохие и хорошие поступки. Бесы тянут вниз чашу с дурными поступками, а ангел льет слезы раскаяния, на оболочку выжимая. И с легендой с этим связано. О том, что жил когда-то на руси расстройник, который в жизни своей не сделал ни одного доброго дела. И когда он умирал, лежал на смертном адресе, из глазу выкатилась одна единица слезинка раскаяния, которую впитала эта наволочка, на которой он лежал. И когда он умер, вознесся на небеса, ангел спустился на землю, взял эту наволочку, ведь ангелы борются, я слышу каждого из нас, эта наволочка с одной единицы слезинкой, но раскаяния, перевесила все нужные послухи. В данном случае, перед нами ведь праведник, дела-то добрые перевешивают, да? Поэтому и не страшный-страшный суд. Ему указывают на левую очередную праведницу, которая ведет его к воротам в рай. В город погибли людей, поэтому остановлен был в честь памятника, в честь боевых и трудовых годов Ярославцев при Великой Отечественной войне 1941-1945 годах. В Ярославле Великой Отечественной войне немцев не было. Граница в 100 километров от нас находила по границе с Калининской области. Но города наше в 43-м году очень сильно бомбили. Цель немцев была одна – разбомбить железнодорожный мост. Мы с вами сейчас увидим. Потому что через Ярославль проходит самая длинная железная дорога, в Минюнской области, с которой я сказал, на реальные факты. А в Ярославле жила такая семья Кучков, которая была самоверей всего этого города. Не знаю, я так не знаю, что вы. А победность этих самоверей, Николай Кучков, что вот так, или Бородиной, вот так вот сюда. Да зачем ты рождаешься, моя мечта? Куда такой клопкой. Запаривай, 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 запаривай все. На хранении у нас толстого монстров, но в Ярославле, но в Ярославле, это лежит на самом образе, написал с собой, а в Ярославле никогда не было. А вот мы прямо прививаемся к нему. Это римский-тихоновский храм, вообще очень необычный. В Ярославле такой римский-греческий пантеон, больше храм похож, 19 лет, перестроенный неоднократно. И у него печальная ситуация, он на муниципальном счету находился, что пожарная охрана принадлежала, кто-то был отсутствующим для конститута, сейчас реставрационно-мастерский хранилище в художественном музее храм не действует. Он стоял такой вот, что он был забытый, облукленный, щетный, страшный, но он там за зеленым заборчиком, сейчас мы там увидим, стали строить новый пятизвездочный отель. И вот та контора, которая строила гостиницу в самом центре города, была обязана отреставрировать дома на облужской набережи, куда уходит окна в гостинице. И лет 7 назад отреставрировали и Ярославле, и Митрополитовский храм, и Митрополитовский палат, и Шарич Ассо. Но стройка тогда на этом закончилась, как его такая выросла из человеческого рода. А потом у нас были выборы, капитаты Митрополитета, и на голосование были подняты еще два вопроса. Ярославцы голосовали, нужно ли строить гостиницу в самом центре набережной, и нужно ли строить звонницу Успенского собора. Звонницу строить будут гостиницу. И вот мы с вами на высоком правом берегу. У нас всего 800 метров, хотя от нас на 70 километров всего, потом Самара 2,5 километра, а в Дельте она 32 километра шире. Зимой у нас она замерзает, толщина льда до 60 сантиметров доходит, то есть зимой по Волге ходят люди, есть легковые автомобилики. В городской щитке, конечно, никто этим не занимается, но чуть-чуть ниже, это все реально. А на том берегу Заволоческий район Ярославля, это район Квериц, дело в том, что в начале 15-го года была особенная борьба между Москвой и Кверой за право Квериц. Это было очень боинственным, но ярославцы поддержали Москву, и туда были свезены кленные Тверича, до сих пор, которые так и называются Кверицами, а набережная Кверицкой набережной. Там огромное количество спальных районов, там не частный сектор, мы просто с берега не видно, потому что здесь близ береговой линии небольшие домики, а огромное квартало 18-этажных зданий, они чуть подальше, то есть там Ярославля, там много Ярославля еще, там самый экологически чистый район города, там почти нет никаких предприятий. А два берега связывают два моста, вот еще тут пока зелень много, все-таки, ну, видно, там автомобильный мост, такой он березовый, это вообще-то, это наш старый автомобильный мост, был построен в 50-м году, в 50-м году, вообще невеликого октября, а за ним железнодорожье. Ну что, мои уважаемые гости, мы с вами находимся на Стрелке, на месте слияния двух наших рек. Вот она наша Волга, и вот ему впадает вторая река, река Котов. И здесь в 10-м веке есть обычные племена, где мы реально снимались охоты рыболовством, и грабили, проходящие по Волге туда, Волга прекрасно просторгивается, очень удобно, как и в Волге. И вот для того, чтобы защитить свои водные границы, туда приезжает молодой князь Ярослав Кулы. Приезжает и застает как раз тот момент, когда из-за чечки играли в купеческий корабль, заступая от сегурца, высаживаться на берег, переставая жительство, особо не обрадоваться, и на него выпускают своего священную плотную медведицу. Князь абсолютно не растерялся, взял, зарубил эту медведи секирой, это повергло мозгом, и учителя не покорились. Ярослав привел с собой не только воинство, но и строительство, и духовенство основал город, который назвал своим именем Ярославов. Поэтому на гербе нашего города это сейчас мишка с секирой на клинке. Что мишка самоубийца получилась у нас? А внизу циферка подзаросла, но угадывается, тысяча шесть. Это возраст Ярославля. Нам в этом году тысяча шесть лет. Циферку меняют, соответственно, ежегодно. Полуостров и остров, это все намызное и неестественное. А вот это 60-е годы. В 80-х фонтан установили, по тысячелетиям реконструировались. Сейчас они цветом зугалили, здесь вечером очень красиво. На самом-самом мысе, где памятник тысячелетиям города Двухлава Орел, в городе, там четыре фигуры, федеративные образы, и 10 барельеф. Ради барельеф – это век истории Ярославля. А на другом берегу Которосля ансамбль «Сторонницкий Слободе», очень красивая церковь Яна Златоуста. Один из розеток, размерами 5 на 8 метров, огромный, составной кошелек. Косерки, там сейчас идут на Ярославле старообрядческие гостиницы. Старообрядческие гостиницы. Которосль, вторая река Ярославля со страны мы обладим. Языческая непонятно. Он был отлит далеко от города Ярославля, города Тайя. Сейчас романом Борис Аглеш возвращается на звание «Историческое гостиница». Там фабрика Николая Шувалова, это скоро пьет колокола, по старинной технологии, все вручную. Это самый большой колокол, который у них ответ был, 16-тонный, тысячи худов, в тушилете Ярославля, тысячи худов, все символично. Там один язык 800 килограмм весит, два мальчика забирают, идицы, в Москве свят Данилов монастыря. Это путанная история, но вкратце. В 1720 году свят Данилов монастырь в Москве прекратил свое существование, сняли созвонницы колокола и отправили в Гарвард. Наверное, слышали эту историю, ее тут поднимали. В 1880-м свят Данилов открывается, как по дворе, колоколов нет, из заброшенных храмов Ярославской области собрали колокола, отвезли в Москву. Года 4 назад, для Гарварда, отливают точно такие же колоколи. Угу. Здравствуйте. Угу. Так, вам нравится. Ну, да, и я где-то. Вот давай, далеко не увидел, вот кто-то сейчас где-то, а потом мы еще подлезем. Далеко не увидел. Давай, перейдем меня. А, и так еще. А, и так еще. А, и так еще.